Вместо сказки на ночь игра в компьютер. Вместо семейной беседы экран телевизора. Вместо повести и романов мультики и фильмы. За последние десятилетия развлечения стали совсем другими. Впрочем, до сих пор есть те, кто всему этому предпочитает книгу. 48 семей республики участвовали в конкурсе на звание «Самый читающий». Всех людей, которые собрались в этом зале, объединяет увлечение, которое все реже встречается в современном мире. Они любят читать. Причем не только глянцевые журналы в поезде или анекдоты в газетах. Чувашская республиканская диско-юношеская библиотека с 15 мая по 15 сентября организовала республиканский конкурс «Самая читающая семья». И чтобы для участия в этом конкурсе семьи должны были предоставить три работы. Одна из них – это портфолио, где семьи должны были рассказать о своей семье, о тех книгах, которые они любят читать, и еще о дружбе с библиотекой. Если в повседневной жизни участники являются активными читателями, то во время конкурса им пришлось стать авторами и поработать не только головой, но и руками. Кроме портфолио, номинанты представляли самодельные книги и поделки. Мы часто ходим в детскую библиотеку в селе Красноармейское, и Вася у нас посещает кружок, который называется «Очумелые ручки», кружок по работе с пластилином. И вот когда мы узнали, что такой конкурс проводится в республике, то мы захотели рассказать, как мы ходим в библиотеку, как мы ее любим, как мы много читаем и как мы любим лепить. В музее сказки мы решили сделать работу про нашего любимого героя сказочного «Красную шапочку». Мы слепили волка, который лежит в постели и ждет, когда придет красная шапочка, и слепили красную шапочку, которая удивленно смотрит, почему же бабушка не похожа на себя. Кстати, теперь семья Григорьевых сможет читать еще больше. Наверняка в ближайшее время их домашняя библиотека пополнится электронными образцами. Им как победителям подарили планшетный компьютер. Ольга Беречкина, Оксана Александрова, Андрей Шоклев, Республика.